МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через производитель, через теплообменник пошла горячая вода в школу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подготовкой к отопительному сезону ключевая тема августа. Мы говорим как о многоквартирных домах, так и о социальных объектах. Каждому жителю важно знать и активно принимать участие в приемке своих домов и, в частности, в приемке паспортов готовности объектов. Мы с вами должны понимать, за что мы будем платить деньги в ближайший сезон. Сегодня на наши вопросы будет отвечать заместитель главы администрации городского округа Рушан Мерсадеров. Рушан Хасянович, здравствуйте. На сколько процентов в целом готов округ к отопительному сезону? Почти 70% уже готовности есть в зависимости по разным параметрам, но 70% готовности округ уже готов. Идет в плановом режиме, и мы все успеем сделать. Сейчас проводятся работы по подготовке котельных, проверке теплотрасс, подготовке многоквартирных домов, подготовке детских садов, школ. То есть это все одновременно, разные направления ведут подготовку всех этих объектов для того, чтобы уже когда будет включаться отопление, чтобы все системы были в рабочем состоянии, все были готовы к работе и вовремя подать тепло как в детские сады, школы, так и в многоквартирные дома. Я знаю, что еженедельно, и может быть у вас даже в ежедневном режиме, в рамках мониторинга таблица представлена по территориальным управлениям округа, по всем. Что можете сказать в целом? Охарактеризуйте, пожалуйста, подготовку. Какие поселения сейчас, скажем так, они уже готовы, какие чуть-чуть отстают, и в чем там проблема? Ну, в среднем мы идем, в среднем показателе, но есть проблемные управляющие компании, допустим, не поселения, а есть управляющие компании, которые немножко подотстают, но здесь мы уже персонально выезжаем в рамках муниципального контроля, в рамках мониторинга подготовки домов, проверяем, как ведется непосредственно сама подготовка, то есть как ведется опрессовка, как ведется промывка, какое состояние самого дома в целом, насколько готов тепловой контур. И вот эти все вещи выезжаем и уже непосредственно работаем с управляющими компаниями для того, чтобы они именно качественно, вовремя и в срок это все подготовили. Кто в лидерах, а кто в аутсайдерах? Вот последняя встреча у нас проходила с территории уюта в Менделеево, то есть ее активизировали к работе, также в Поварово проводим работы, встречаемся для того, чтобы немножко ускорить темп работы. В Менделеево в чем причина, почему отстают? Ну, немножко работа управляющей компании, которая сейчас немножко, как со слов, опять же, ездили, перепроверяли и отдельно, то есть включилась в работу для того, чтобы все сделать. Я думаю, здесь тоже они вошли в график. Мы знаем, что в Поварово завершается ремонт теплотрассы. Это плановые работы или это было связано с аварией? И где еще будут заменены участки? Здесь ремонт ведется и в плановом режиме. В любом случае здесь при проверке теплотрассы, если возникают какие-то дефекты, ее ремонтируют. Если в плановом режиме, то она просто меняется в плановом режиме. Здесь разные теплотрассы по разным. То есть там не одна теплотрасса, поэтому в любом случае проверяется теплотрасса, дается давление и в случае возникновения дефекта это устраняется. И дальше опять дается давление на проверку теплотрассы. То есть это рабочий режим идет. В каком состоянии сети сейчас находится? В удовлетворительном. Где-то участок трубы поменяли, где-то кран поменяли, где-то задвижку поменяли. В любом случае при опрессовке с учетом старого жилого фонда возникают различные вопросы, различные нюансы. И все-таки есть дома, которые 60-х и 50-х и 40-х годов постройки. И, естественно, трубы там уже и сами системы уже в определенном состоянии. И с работой с фондом капитального ремонта, который сейчас проводит ремонты, и у них тоже задача до 15 сентября все эти работы завершить. И полностью уже запустить все системы тоже, чтобы настроены, налажены были. Поэтому есть понимание, есть на особом контроле дома, которые у нас стоят, и отдельно они мониторятся. И отдельно выезжают туда сотрудники управления, которые перепроверяют, смотрят, и все будет сделано. И меняем сразу уже все, что плохое, все сразу же нужно менять. Большая часть работ уже выполнена. Так же, как вот сети, котельные, они уже практически на 70% все готовы. И работа уже, я говорю, движется к завершению. Потому что в любом случае многоквартирные дома всем управляющим компаниям. И поздно перед нами стоит задача уже 1 сентября завершить подготовку. Так же, как и котельник в сентябре полностью, до 1 сентября завершить уже полностью все котельные. Рушан Хосянович, остались ли в округе дома без управления? И кто будет готовить эти дома к отопительному сезону? Ну, таких домов нет. Если есть там единичные дома, которые сами себя обслуживают, это СЖ, ЖСК, непосредственное управление, но это единичные. Как вы их контролируете, их подготовка? В любом случае, мы комиссионно туда выезжаем, проверяем и смотрим, что, чего, как делается. И в обязательном порядке. Паспорта готовности многоквартирных домов. Правильно ли я понимаю, каждый житель может и должен принимать активное участие в так называемой приемке? И может лично увидеть и убедиться, что все в порядке, дом к отопительному сезону готов. И, собственно, он понимает четко, за что он будет платить деньги в этот сезон. Мы в любом случае не принимаем паспорта готовности без подписи жителя старшего по дому. В любом случае, любая управляющая компания подписывает этот документ у старшего по дому. Без подписи было в начале подготовки отопительного сезона. Много паспортов возвращали, потому что не было там подписи жителей, еще что-то. И управляющая компания сейчас уже понимает, что без подписи жителей мы это не примем, потому что, в первую очередь, мы работаем для жителей. И в рамках подготовки любой житель может увидеть, понять, что делается, как делается. И в любом случае проконтролировать процесс в своем доме. Если житель не знает о том, какие сейчас процессы, процедуры проводятся, люди работающие, занятые, но при этом они заинтересованы в том, что у них в доме происходит, где им взять информацию и как им увидеть, ну, понятно, что, наверное, не ждать, пока там управляющая компания придет, не придет и так далее. Ну, мы проводили, во-первых, семинар, встречу, к нам приезжал замминистра, который проводил эту встречу тоже. Мы собирали старших по домам с нашей общественностью и давали полное разъяснение, брошюры, что, чего, как и где должно быть. То есть, практически, там давали разъяснение, как готовится, что готовится, в каких объемах готовится и для чего это делается. То есть, большой семинар с участием даже замминистра проводился. И если возникают такие вопросы непосредственно уже у индивидуального какого-то дома, то мы сами выезжаем и разъясняем, объясняем и совместно уже показываем. Семинар про ЖКХ – это, конечно, полезное мероприятие, но вот такие события, такие мероприятия, конечно, дают не очень большой охват населения. Наверное, все-таки жители больше информации получают от старших по домам, которых туда приглашают. Планируете ли вы еще какие-то выезды, семинары, школу грамотности по ЖКХ и что-то подобное? Семинар был проведен, в основном мы привлекали старших по домам, потому что собрать всех жителей, ну, вы сами понимаете, нет такой возможности. Но оповещали всех, всех старших по домам оповещали, проводили встречу. Ну, плюс еще мы же выезжаем непосредственно в поселение, там проводим встречи, там даем разъяснение, что, чего, как проводится. Мы встречаемся с жителями непосредственно на доме, то есть тоже есть очень много активных жителей, и они выходят и интересуются, как готовится, что готовится, в какие сроки и что должно быть сделано. Заранее будем информировать жителей о сроках проведения данных семинаров. Общественники и Ассоциация многоквартирных домов, насколько активно они принимают участие в этой работе? Она с нами везде и всегда, всегда уже выявляет, где жители интересуются этим вопросом, мы имеем совместность с Ассоциацией, выходим на эти дома обязательно, потому что мы с ними работаем рука в руку. Не важно, новостройка, старый дом, все должны быть проверены тщательно, хорошо и досконально. В любые дома, потому что во все дома должен податься теплоноситель, в квартирах должно стать тепло, и обязательно проверяются все дома без исключения, невзирая на возраст. И новый, старый, это не важно. Рушан Хасянович, а как вы в целом оцениваете грамотность по ЖКХ наших жителей? Растет. Скажу так, что жители стали больше интересоваться и что им должны делать, и что относится к общему имуществу, и как его правильно обслуживать, и что должна делать управляющая компания в рамках текущей эксплуатации, что входит в капитальный ремонт. Жители достаточно активно включены в этот процесс, и они активно хотят это знать. Рушан Хасянович, этого вопроса не стояло в нашем плане, но я не могу не спросить. Погода выкидывает капризы, мы сами с вами видим, какие. И если так случится, что до 1 сентября, это дата, к которой, собственно, все должно быть готово, погода резко поменяется, и температура станет нормативом для включения отопления, готовы ли мы к этому? Если форс-мажорные обстоятельства какие-то произойдут, мы сделаем все, чтобы людям было комфортно и удобно проживать. И обязательно люди этого не почувствуют. Но все-таки, как говорится, есть определенные температурные графики, которые мы все равно будем выдерживать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok